Вливания в Крым из российского федерального бюджета не только огромны сами по себе, они еще и постоянно растут. К 2020-му дотации и субсидии должны составить 79% бюджета Крыма. В 2018 году Москва безвозмездно перечислит 129 миллиардов рублей, в 2019-м 143 миллиарда, в 2020-м 150 миллиардов. Это примерно три годовых бюджета Ульяновской области или половина Крымского моста. Доходы самого Крыма растут также по вполне российским лекалам за счет добычи полезных ископаемых. Почти 90% прибыли крымских предприятий и организаций приходится на продажу газа и руды из еще украинских месторождений. В то же время полиграфия, металлургия, производство транспортных средств и оборудования приносят лишь убытки. Вообще убыточно в Крыму каждое третье предприятие. Самое удивительное, что это относится даже к гостинично-ресторанному бизнесу. Здесь в минус работает каждый второй отель или ресторан. За 2017 год крымские предприятия заплатили больше 5 миллиардов рублей налогов. Это на 23% меньше, чем в 2016-м. Зато, по словам главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова, растет число инвестиций в Крым. Мы предлагаем партнерам выгодные и привлекательные условия. Объем заявленных инвестиций в рамках свободной экономической зоны уже превысил 100 миллиардов рублей, а количество ее участников перевалило за тысячу. Среди них, кстати, есть иностранные участники. При ближайшем рассмотрении оказывается, что почти 80% этих инвестиций – это средства из все того же федерального бюджета. Среди частных инвесторов тоже знакомые все фамилии – Чайка-младший, Ковальчук, Костин. При этом только 32 из 186 крымских инвестиционных проектов реализуются не на бумаге, а на деле. Десятки проектов, заключенных в первые годы после аннексии, уже фактически аннулированы. В том числе уже расторгнут инвестиционный договор с фирмой российского актера Михаила Пореченкова о создании киностудии в Симферополе. Российского Голливуда в Крыму не будет. За 2017 год в аннексированном Крыму построили меньше жилья, чем в 2013 в Крыму украинском. Грузооборот с 2016 упал на 10%. В 2013 году автомобильным транспортом перевозили в 7 раз больше грузов, чем в 2017. Уровень жизни на полуострове остается ниже среднероссийского. Инфраструктура и оборудование сильно изношены. При этом только на ремонт дорог Крым из резервного фонда получит больше 3 миллиардов рублей. Столько же на защиту от оползней детского лагеря Артек. Крымские цены на нефтепродукты завышены, но власти обещают, что после открытия крымского моста они сравняются с общероссийскими. А в утвержденной стратегии социально-экономического развития Крыма до 2030 года власти рисуют будущее полуострова так. Территория инноваций с опережающими темпами социально-экономического развития, сформировавшая качественно новые стандарты жизни населения и создавшая лучшие в России условия ведения бизнеса. Территория, где главной ценностью является человек. Но это все в 2030-м. А пока, как говорил крымчанам в 2016-м Дмитрий Медведев... Просто денег нет. Найдем деньги, найдем деньги, сделаем это, кстати. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.